А солнечным часам означает, что в этом мире высшие силы все контролируют. Если человек встал раньше, солнце дает ему бодрость, оптимизм, победу над судьбой, удачу. Когда оно восходит, оно тянет тебя за собой, если ты встал раньше. А если ты встал позже, то тогда ты его упустил. Тогда ты не можешь уже в вселенском ритме жить. Тебе надо догонять его с помощью аскез. Лег вовремя, свет луны тебе дал отдых, потому что луна дает отдых, покой, сон. Пропустил это время, значит, потом в следующий день только сможешь нагнать. Не выспишься, если не вовремя лег. Покушал позже двух часов дня, солнце уже не сможет помочь тебе переварить пищу, потому что оно переваривает пищу. Кушать надо плотнее всего в обед. Утром надо есть продукты, которые поднимают энергию вверх. Это фрукты, сухофрукты, мед, молочные, ягоды. Вечером надо есть продукты, которые опускают энергию вниз. Это овощи, которые растут над землей. Они созревают по цветам луны, всякие кабачки, патиссоны, огурцы. Ночью они созревают, растут по ночам. А фрукты растут днем, по цветам солнца. Чем больше солнца, тем больше фруктов, тем быстрее они вызревают. Днем также надо есть зерновое, потому что зерно вызревает по цветам солнца. Молоко надо пить утром и вечером, потому что оно создается по цветам луны. Днем молока мало, и в жарких странах молока мало. Там слишком солнца много, и оно сгорает, молоко у коровы. А там, где много луны и прохладно, молока много. Оно становится, как бы, дает нам любовь. Молоко – это энергия любви коровы. Не слушайте тех людей, которые говорят, молоко вредно. Был такой великий врач всех времен и народов, который написал основу врачебной науки, когда ему было 19 лет. А в 15 лет он выучил всю царскую библиотеку. А в 11 лет он получил к ней доступ. А в 9 лет он выучил царя. А в 7 лет он выиграл конкурс в своей стране, в Узбекистане. На лучшее знание Корана. Тавицена Иббансина сказал, что молоко – самый полезный продукт на земле. И что особенно он полезен пожилым людям. Потому что у пожилых людей копятся токсины в организме, а молоко их выводит. И пить его надо утром и вечером. И утром прохладное, а вечером горячее. Можно с медом пить его. С медом лучше оно переварится. Пить его не надо много. Вот и все, мои хорошие. Вы слушайте этих всех тут современных выскочек. Есть мудрецы, понимаете? Кто сравнится с Авиценой? 800 лет пользовались его книгами для лечения людей. 800 лет. Первая его книга напечаталась вместе с Библией на первом печатном станке. И он говорит, что молоко полезно. Кто может тягаться в знании с Авиценой? Что полезно, что вредно. Конечно, тем, кто уплетает много мяса, молоко вредно. Потому что гнилостные процессы в кишечнике создаются. А молоко создает, наоборот, процессы брожения, а не гниения. Процессы брожения продлевают жизнь. Потому что не кислую в кишечнике, а щелочную среду создают. А щелочная среда дает возможность жить хорошим бактериям, благостным. Которые дают разные витамины нам, понимаете? А гнилостная среда гнилостным бактериям дает возможность жить. Которые дают что? Плохой запах. И бред человеку наносит. Молоко кипятить? Молоко кипятить, потому что молоко любят не только люди. Всякие червячки тоже любят, личиночки там. Поэтому надо его вскипятить, чтобы все остальные как бы ушли в мир иной. Защищать свою жизнь тоже надо. Очень важно знать, как защищать свою жизнь. Многие люди не знают сейчас, неосознанно болеют вирусными заболеваниями. Поищите, у нас на сайте есть раздел, как бороться с вирусными заболеваниями. В целом, это очень легко. То есть, есть, допустим, такое дерево сосна. Оно уничтожает большинство вирусов. Надо сосну ставить, свежую сосну всегда ставить. У себя в комнате, где вы спите. У детей. Это будет сильно помогать уничтожить вирусы. Горчица помогает уничтожить вирусы. Белый перец, имбирь. Надо постоянно добавлять понемножку в пищу, кушать это все. Иголку сосны добавлять, ну, воду пить сосной. Воду вскипятили, сосну иголочку одну раз. Она все, вкуса никакого нет, а вирусы все до свидания. Понятно? Ну, то есть, если и заболел человек, можно привязать ему, попробовать на левую руку, левую ногу, ветки сосны с иголками прямо в тряпочке привязать, пусть носит. Сразу же уничтожается вирус. Это рефлексотерапия. Одной хватит, 24 часа она действует. У нас на сайте есть вся информация, как лечиться, как привязывать, что делать. Это сильный метод. У нас, когда фестиваль «Благость» проходит, мы людям говорим, чуть вот кашлянули, все, значит, вирус в организме. Идите, мы вам все сделаем, привязываем. Люди не болеют на фестивале вирусной инфекции. Хотя много людей вместе сидят. Это же опасно. Люди дышат. Инфекция распространяется. Не только знания на лекциях распространяются. Поэтому вот сейчас вот белый перец кушайте после лекции тоже. Соснулся в доме поставить, потому что много людей было, чтобы не заболеть вирусной инфекцией. Надо это делать. И детей так надо тоже лечить. Глаза слезятся, нос заперчило. Слабость, немножко вялость. Вечером ночью жар оттаялась. Скидывайте, значит, все, вирус в организме. Я каждый день ем вот эти продукты, которые я вам перечислил. Для того, чтобы не болеть. Я не болею вирусной инфекцией. Продолжение следует... Продолжение следует...